Восстание 20.00 в эфире 24 KZ новости. В студии работаю я Тимур Саппар. Сурда перевод обеспечивает Хасан Исраилов. Добрый вечер. В 18.34 столичный аэропорт вновь принимает регулярные рейсы. Ранее его закрывали на два часа из-за чрезвычайной ситуации. Объявление о тревоге для выполнения аварийно-спасательных работ. Сегодня в 16.00 по местному времени рейс авиакомпании Swissair, выполнявший полет из Токио в Цюрих, произвел экстренную посадку в аэропорту Астаны. Экипаж принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт 50-летнего пассажира. После успешной посадки во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. Пресс-служба воздушной гавани сообщила о возможных задержках регулярных рейсов. В международном аэропорту Астаны задерживаются сейчас 6 из запланированных 81 рейсов на вылет и 15 из 80 рейсов на прилет. Наш корреспондент Эльвира Ликерова в данный момент находится в столичном аэропорту. Она готова выйти с нами на прямую связь. Эльвира, добрый вечер, вам слово. Какая сейчас обстановка царит в воздушной гавани? Добрый вечер, Тимур. Да, мы сейчас находимся в международном аэропорту Астаны. Рейсы до сих пор задерживаются. Вы видите за моей спиной пассажиры ждут своего рейса в разных направлениях. Буквально это десятки, несколько десятков человек. Среди них и взрослые люди, и пожилые, и даже маленькие дети. Здравствуйте. Сейчас мы поговорили с несколькими пассажиров и услышали их чаяния. И сейчас я хочу задать несколько вопросов пассажиру, который летит в Алматы. Гульсум Ханам, добрый вечер. Добрый вечер. Так, ваш рейс когда должен был вылететь? В 8-10. Но я когда в аэропорт приехала в 6 часов, пришло сообщение. И сказали, что задерживается на 3 часа. Ну, конечно, это очень неприятно. Если бы они пораньше сообщили об этом, то, естественно, я бы была дома, отдохнула бы. А теперь сидеть сейчас просто, вот, ну, ажиотаж такой в аэропорту. Все с детьми, всем это, естественно, дискомфортно. И минут через 15 еще одно сообщение, что еще задерживается на 35 минут, что ли. Ну, в итоге прилечу домой очень поздно, конечно. Завтра у меня свои планы, дела. В итоге не совсем удобно. Сколько часов вы в итоге проведете в аэропорту и когда доберетесь до дома? Ну, домой я думаю, что доберусь часа ночью в 3 где-то. Плюс-минус где-то так. Неудобно. А во сколько вы должны были вылететь? Ну, я вылететь должна была 8-10. 20-10, получается. В Алма-Ате я была бы там 21-30 где-то примерно в это время. А теперь, я думаю, что где-то часа в 2 я буду в Алма-Ате. Ну, спасибо вам большое и терпение, конечно же. Мы связались, поговорили с еще одной пассажиркой, Диана Дискаева. Она в аэропорту находится уже с 5 часов вечера и тоже ждет свой рейс в Алма-Ату. Добрый вечер. Здравствуйте. Пожалуйста, приходило ли вам какое-нибудь уведомление заранее, что рейс будет одержан? Нет, ничего не приходило. Только когда я сюда приехала, я узнала, что рейс сначала перенесли на 40 минут, затем еще на 50-30. И так теперь мой рейс будет в 23.50. Вот в это время сейчас я должна была бы приземляться, но я до сих пор здесь. Какие-нибудь условия создали для вас? В какой авиакомпании вы летите? Флайеры Стан? Нет. Ничего не сообщали, пока что я не знаю и никому не подходило. Я вот только сейчас собралась идти на посадку, но узнала, что перенесли еще раз рейс. Пока еще его ничего не знаю. Какие-то планы у вас, наверное, были, да? Вы в Алма-Ату летите домой или погостить? Я лечу в гости к сестре, у нее день рождения завтра. И хотела пораньше, чтобы мы с утра поехали отдыхать вместе, но теперь придется, я не знаю, может быть, чуть-чуть перенести. Пока еще не знаю, улечу ли я сегодня. Ну, спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи и легкой посадки, чтобы поскорее ваш рейс возобновился. Спасибо вам большое. Тимур, я хочу добавить, что у нас на сегодня, получается, задерживаются 6 рейсов на вылет и 15 рейсов на прилет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажиры могут получить информацию о статусе своего рейса и возможных их изменениях в расписании у своих авиакомпаний, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному номеру колл-центра 8-71-72-702-999. У меня на этом все. В студии вам слово. Эльвира, а представители авиакомпании не подходили или представители аэропорта к вам не проявляли желания объяснить ситуацию? Представители аэропорта к нам вообще даже не подходили. Мы в этом аэропорту находимся уже где-то с полседьмого вечера. Никто к нам не подошел. И пассажиры тоже говорят об этом, что к ним никто не подходил. Ни представители аэропорта, ни представители авиакомпании. Они сами как бы узнают уже на терминале, что рейс задерживается на столько-то часов. Да, понятно. Неприятная, конечно, ситуация. Скорее, как можно скорее, конечно, хочется, чтобы проблема эта разрешилась. На личном опыте, как говорится, с этим сталкивались. Спасибо. На прямой связи со студией была наша корреспондент Эльвира Лекерова. Ну, а о том, как поговорим сейчас о том, как вообще пассажирам авиарейсов, в случае, когда случается такой форс-мажор, получить компенсацию или хотя бы им оказали какую-то помощь юридическую или просто бы вышли к ним, с ними на связь. С нами сейчас на прямой связи со студией эксперт, адвокат Елена Жигаленок. Елена, добрый вечер. Такой вопрос, конечно, каков алгоритм действий пассажиров в случае, когда случается такой форс-мажор, что они должны делать в первую очередь? Добрый вечер. Смотрите, есть специальный закон. Он называется «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». И этим законом есть несколько статей, которые предусматривают ответственность авиаперевозчика. Вот, в частности, статья 86 такого закона говорит об ответственности перед пассажирами при изменении статуса рейса. Например, по вине перевозчика имеется в виду или вследствие позднего прибытия воздушного судна. Так часто пишут в СМС-сообщениях. Авиакомпания в таких случаях должна предоставить, при ее наличии в аэропорту, комнату матери и ребенка, пассажиру с ребенком до 7 лет. Значит, обеспечить прохладительными напитками в случае задержки рейса более 2 часов. Если рейс задерживается более 4 часов и дальше, значит, горячее питание в дневное время через каждые 6 часов, а в ночное время через каждые 8 часов. Размещение в гостинице в случае, если ожидание, были-то рейса более 8 часов. Это в дневное время и более 6 часов в ночное время. И доставка транспортом от аэропорта до гостиницы. Все это, естественно, без какой-либо дополнительной оплаты со стороны пассажира. Естественно, при каждом изменении статуса рейса перевозчик должен сообщать об этом путем СМС-уведомления о причинах изменения и перечне услуг, которые будет предоставлен пассажиру. Так, и если, значит, вот этот по вине перевозчика рейс задерживается на срок свыше 5 часов, то перевозчик по желанию пассажира, значит, обязан либо возвратить полную стоимость билета, либо обеспечить перевозку ближайшим рейсом до пункта назначения. Также предусмотрены штрафы, если, значит, в размере 3% от стоимости тарифа за каждый час просрочки. Имеется в виду вот эта просрочка, задержка рейса, когда человек должен быть доставлен в пункт назначения. Но эта сумма штрафа не может быть больше стоимости билета. И вот эти все, значит, ну претензии пассажир должен сначала предъявить в письменном виде в качестве досудебной претензии, а потом в течение 15 дней с момента подачи претензии в случае неполучения на нее ответа можно обращаться в суд, в судебные органы. Срок давности исковой по таким делам 2 года. А в данном случае, когда, можно ли это считать виной авиаперевозчика нашего, того же «Флайер Астана» или «Эйра Астана», не суть важна, какая авиакомпания казахстанская, но то, что произошло в аэропорту, когда зарубежный, зарубежная авиакомпания, получается, выехала на взлетно-посадочную полосу, повредила что-то там. И можно ли это считать виной аэропорта или наших авиаперевозчиков, из-за чего и задерживаются рейсы? Да, видите, главный тут вопрос, вина перевозчика должна быть, да? Но есть гражданская ответственность, не наступает, если вот именно нет вины, есть какие-то обстоятельства, ну мы их называем форс-мажорными обстоятельствами. Но в каждом конкретном случае, я думаю, должен суд разбираться, но здесь вины перевозчика, ну во всяком случае, должна быть обоснована, что нет вины перевозчика. Тут, возможно, и не будет вины. А как услышали мы только что, вот буквально несколько минут назад от нашей коллеги Эльвира Ликеровой, представители авиакомпании и самого аэропорта не выходят к пассажирам, за это можно ли привлечь к ответственности? Потому что мы, да, вы сказали, какие права имеют в этом запрещении, какой ущерб, да, какие деньги могут вернуть, что им должны предоставить. Но когда вот эта графа «должны» в нормативно-пророма акте, в этом или как там прописано, не выполняется на деле, мы видим, что никто не выходит. Смотрите, только гражданская правовая ответственность. Никто не выходит. Ну, видите, мы опять должны исходить из вины перевозчика. Вот эти все условия, они при наличии вины перевозчика. Но в любом случае, я считаю, авиакомпания должна выйти и объяснить. СМС должны прийти с объяснениями, почему задерживается рейс. И предоставить вот такие услуги к пассажирам. Спасибо, спасибо. В принципе, надеюсь, наши телезрители и пассажиры, может быть, сейчас нас смотрят, да, которые ожидают свой рейс в аэропорту, услышали, на что они имеют право и как вернуть свои деньги. Ну, упущенное время, к сожалению, не вернешь, но хотя бы деньги. Спасибо. Да, во всяком случае, претензию подать можно коллективную. Спасибо. С нами на связи была адвокат Елена Жигаленок. Мы продолжаем. К другим темам глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии. Касым Жумартукаев поздравил Джока Видода с Днем Независимости. Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахстанско-индонезийских отношений. Глава государства пожелал президенту Джока Видода успехов во всех его благородных начинаниях о дружественному индонезийскому народу счастья и благополучия. В Павлодарской области отметили 125-летие выдающегося казахского ученого и академика Каныша Сатпаева. В урочище Мойлдеба и Наульского района построили этноаул, где прошли айты сакынов и соревнования по национальным видам спорта, таких как кокпар, байге и хазакуресы. Также состоялась республиканская научно-практическая конференция, на которой презентовали книгу о деятельности Каныша Сатпаева. В торжественном мероприятии принял участие и спикер Можилиса парламента Ерлан Кушанов. Он зачитал поздравительное письмо от имени президента страны Касымжумарта Тукаева. Каныш Сатпаев Каныш Сатпаев прародитель современной казахской науки. Он основал Национальную академию наук, воспитал целое поколение квалифицированных ученых, сформировал новую исследовательскую систему. Поэтому День работников науки в нашей стране приурочен к его дню рождения. Один из самых выдающихся людей нашего народа открыл множество месторождений, которые сыграли ключевую роль в развитии отечественного производства. Наша страна до сих пор пользуется плодами его трудов. Наследие Сатпаева является уникальной сокровищницей нашей нации. Популяризация его трудов – наш общий долг. Я уверен, что проложенный Канышем Сатпаевым путь найдет продолжение в современной казахстанской науке. Постановление о выделении 5 миллиардов тенге из резерва правительства на поддержку деятельности МАЭК. В Мангостанской области подписал сегодня премьер-министр Лжас Бегтиянов. Средства будут направлены на субсидирование энергокомбината. Это позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону. С прошлого года на предприятии проводится поэтапная модернизация. Обновляются котлоагрегаты, системы резервной защиты и автоматики, а также системы управления и учета электроэнергии. Задача новых проектов – обеспечение производственного цикла. Напомню, комбинат – крупнейший энергокомплекс. От него зависит обеспечение электрической и тепловой энергии, а также питьевой и технической водой населенных пунктов и предприятий региона, включая областной центр «Октал». На крупнейшей строительной площадке атомной электростанции АККУЮ работают свыше тысячи казахстанских специалистов образования. Наши соотечественники получали на родине, но решили оставить свои дома и привычную жизнь ради участия в одном из самых амбициозных энергетических проектов мира. Как казахстанцы вносят свой вклад в международную атомную отрасль, расскажет моя коллега Тамириз Белял. Строительство АЭС АККУЮ в турецкой провинции Мирсин сегодня считается самой крупной атомной стройкой в мире. На площадке трудятся 34 тысячи человек, и больше тысячи из них – казахстанцы. При этом наши соотечественники работают и на руководящих должностях. Пример тому – Назугум Искакова. Сегодня в ее команде больше 25 сотрудников. Казахстанка руководит направлением документации строительного контроля. Полтора года проработала на должности главного специалиста. После того, как мое руководство увидело, как я работаю, сколько я вкладываю в работу, повысили меня до должности эксперта. И спустя еще год меня повысили на должность руководителя направления. Специальность промышленное и гражданское строительство Назугум получила еще в Алматы. В Турцию приехала за новыми возможностями и опытом международной компании. Но наша соотечественница мечтает внести свой вклад в развитие атомной отрасли Казахстана. Для развития Казахстана, для развития разных сфер, будь это медицина, образование и прочее, то есть везде нужна энергия. И ее нужно немало, ее нужно много, качественно. И при этом, конечно, нам нужно сохранить природу. По окончанию строительства атомной станции в Турции мне очень хочется внести вклад в развитие атомной энергии именно на своей родине. На проекте Айсак Куюна Зугум познакомилась с будущим мужем Дмитрием. Сегодня пара воспитывает дочь Медину. Недавно нашу соотечественницу отметили премии «Человек года Росатома». И получить такой трофей означает быть одним из лучших среди тысяч сотрудников крупнейшей корпорации. Конечно, это удивительно, что я такая молодая девушка, еще и родила только недавно, еще гражданка Казахстана, и получила такую крутую награду. Награду также называют «Атомный Оскар», поэтому для меня это вдвойне важно. Мечты о развитии атомной отрасли в Казахстане коллег разделяет и Мадина Абельдинова. Она приехала на АЭС с семьей из Караганды. Казахстанка получила образование в государственном университете имени Букетова и сегодня работает лаборантом химического анализа газомасляной группы. Мы приехали в 2021 году и, собственно, продолжаем здесь трудиться. Проект АКОИ дает неограниченные возможности для развития нашего потенциала. То есть мы получаем здесь бесценный опыт, который я нигде не могу получить в данный момент. Для многих казахстанцев это не просто строительная площадка станции, а поле возможностей, где можно реализовать свой потенциал. Среди них есть специалисты самых разных профессий, от простых строителей до лаборантов, операторов, экспертов в области энергетики и атомной промышленности. Также работают сотрудники в сфере учета аудита и административного управления. Интересно отметить, что многие из них создали семьи. Здесь, вдали от дома, они осваивают новые навыки, работают в международных командах и учатся справляться с задачами, которые прежде казались недостижимыми. Соотечественники видят большой потенциал Казахстана для развития собственной атомной энергетики и уверены, с возвращением на родину они смогут внести значительный вклад в развитие этой важной отрасли. Тамирис Беляусалова Тиржанула, 24 кизат. Свыше 300 жителей села Достык области Читусу не могут приватизировать свои квартиры. По их словам, нацкомпания «Казахстан-Темиржола» выдвинула неприемлемые условия, предлагая выкупить свои квартиры в рассрочку. Жильцы с таким требованием не согласны и намерены бороться за свое законное жилье. Подробнее расскажет Альбина Кумаргалеева. Буквально повесли в воздухе 265 семей села Достык. Во время приватизации в 2021-м они не успели собрать документы. Возможностью воспользовался лишь 81 собственник жилья, в том числе и Гульзира Алишова. Но недавно ей пришла бумага с перерасчетом балансовой стоимости. Жилдыс Нурсеитова живет здесь больше 30 лет. Супруг женщины всю жизнь проработал на железной дороге. Теперь в этой сфере трудится их сын. Говорит, что квартира принадлежит им по праву и требования выдвинутые. Казахстан-Тимржолы незаконны. Есть соглашение, подписанное в 2017 году. Есть договоренность об оплате одного МРП. Все законно. С 2019 года вышло постановление, согласно которому мы должны ежемесячно платить один МРП за каждую жилую комнату. Мы считаем это незаконно. Представители компании Казахстан-Тимржолы от интервью отказались. Ответили лишь письмо. В нем говорится, что ранее они проводили встречи с жильцами 81-й квартиры. Еще 79 человек согласились на рассрочку сроком на 10 лет. Специалисты компании ведут переговоры еще с двумя семьями. Требования железнодорожников озвучил один из жителей Достыка, Омербек Байгалиев. Дома жителей Достыка должны быть переданы в частную собственность. Это наше требование. Большинство домов здесь построено еще в прошлом веке и находятся не в самом лучшем состоянии. Тем не менее, железнодорожники, всю жизнь посвятившие себя работе, намерены бороться за свое жилье. Альбина Кумаргалеева, Шенгас Калейден, Куаныш Тургенбаев, 24КИЗ, область ЧТСУ. Миллионы, телефоны и день работы личным мобилографом главы государства и эти и другие уникальные призы получат победители конкурса на лучший ролик, посвященный всемирным играм кочевников. Конкурс организован пресс-службой президента страны совместно с компанией «Коранфиломс». Заявки принимаются до конца лета. Имена победителей объявят 9 сентября об условиях конкурса и уникальных призах, расскажет Гульнара Хасан. Ровно на день стать личным мобилографом президента страны, а также забрать массу призов. Ролик с призовым участием в конкурсе уже облетает все соцсети. Главное условие – кадры конкурсного видео должны освещать предстоящие всемирные игры кочевников. Как всем известно, по инициативе главы государства Касым Жомар Токемелевича Тукаева в сентябре пройдут пятые всемирные игры кочевников. Это важное событие для всей тюркской культуры. Во всемирных играх кочевников примут участие около 2000 спортсменов из 90 стран мира. Конкуренция будет высокой. Долг нынешнего поколения – сохранить богатое наследие, оставленное нашими предками. Наша цель – провести игры кочевников на высоком уровне, популяризировать увлекательные спортивные состязания среди населения. Участникам необходимо снять креативное видео и разместить его на своей странице в социальных сетях, а также отметить хэштегом «Nomad Games Fest». Победители ждут уникальные призы. Полмиллиона тенге за четвертое место. Телефон марки iPhone 15 Pro Max за третье. Миллион тенге получит обладатель второго места, а вот победитель заберет все трофеи сразу. Телефон с личной подписью главы государства – миллион тенге, а также уникальную возможность на один день поработать в качестве личного мобилографа президента страны во время Всемирных игр кочевников. Всех остальных участников наградят атрибутами для мобилографов, сертификатами на обучение и грамотами. Ряд победителей выявят сами пользователи соцсетей. 50 авторов видео, набравших 100 тысяч просмотров в ТикТок и Инстаграм, получат вознаграждение в размере 50 тысяч тенге. Заявки принимаются до 1 сентября. Гульнара Хасан, 24КЗ. В Алматы прошел пятый последний полуфинал турнира «Сенат-Оупен» открытого Кубка Сената Парламента по шахматам. За путевку в финал, который пройдет в столице, боролись более 100 участников. В турнире, организованном Казахстанской Федерацией шахмат, приняли участие депутаты областных и городских маслехатов, представители общественных организаций, а также средства массовых информаций. Наркиза Токижанова расскажет подробнее. На полуфинал приехали больше ста человек. Все они победители отборочных туров, рассказывает вице-президент Казахстанской Федерации шахмат Александр Бабенко. Игра пройдет по правилам Фиде. Всего участники сыграют 9 туров. Сегодня шахматы уже далеко не только спорт. Мы вышли за пределы спорта. И мы, по сути дела, становимся дополнительным драйвером в индивидуальном развитии казахстанской нации, и прежде всего наших детей. На полуфинал Юго-Восток вышли по 25 представителей от каждой области. Это представители Абайской области, Восточно-Казахстанской области, Алматинской ЖТСУ и города Алматы. За черно-белой доской встретились и ветераны. 75-летний Альджан Шатаев вместе с командой приехал из Талдыкургана. В родном городе, делится он, участвовал во многих турнирах. Прошла жеребьевка первого тура. И в первом туре, вот так выбрал компьютер, мне попался наш участник, тоже с области ЖТСУ. Много раз мы с ним встречались, и вот встретились на турнире. Готовились только в турнирах, между собой играли. Я занимаюсь шахматами с 6 лет. Играл в детских турнирах, потом играл в сборный институт. Потом, когда играл в первой области, первой из города. По итогам турнира в финал вышли 25 игроков. Других участников наградили специальными сертификатами. Наргиза Токижанова, Кинжи Амраев, 24КИЗ, Алматы. Это все новости к этой минуте. Следите за событиями в нашей стране и в мире вместе с 24КИЗ. Я на это прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин